Приветствуем всех наших замечательных девушек, женщин в нашей группе «Новая Я». Сегодня мы тестируем, пробуем, дегустируем новый кофе, кофе по-турецки от компании «Туркофе». Девочки, женщины любим очень вкусное, но при этом мы, мамы, должны помнить о том, чтобы то, что вкусное, было еще и полезным. Больше всего мне понравилось в этом кофе то, что мою семью обогащает полезными веществами, улучшает иммунитет и еще плюс ко всему очень ароматный. Мы ощутили, жаль, что через камеру не передается этот зелопа, аромат. Только Дина сразу сделала нам приготовила кофе, мы его полюбили. Зеленый кофе меня вообще удивил. Зеленый кофе отличается своим вкусом. Он не похож на стандартный, привычный, но он очень-очень полезный. В нем очень много содержания хлорогеновой кислоты, которая очень ценна для нас и нашего иммунитета. Перед зимой, если было, кто-то. Да. Может, в еду туда все входит? Да, все входит в 10% имбиря. Просто важно пить кофе по-турецки. Есть такой замечательный врач Константин Борисович Заболотный. Есть, можно в ютубе найти его лекцию о кофе, о его действии. И почему именно кофе по-турецки? Потому что важно выпить чашечку кофе, запить водичкой. И не... Да, есть в основном сейчас в обиходе кофе по-итальянски, а это кофе по-турецки. Один из древнейших способов приготовления кофе, и он также занесен как национальное достояние в список на ЮНЕСКО. Смотри, а чем отличается от того кофе, который по улицам? Ну я не говорю о всех. Может, ездишь в какие-то разные, но все равно сортам. Одну первая, самая отличительная черта, это кофе по-турецки готовится другим способом. Эспрессо, это машины, которые готовят под прессом. Туда перемололи кофе, и сквозь него прогнали кипяток. И пьем мы без осадочка. Здесь есть осадочка. Как в турочке, на песочке, джазбэй. То есть кофе, так здесь и написано. Здесь столько-то порций для приготовления джазбэй. То есть, как раньше, на гуще остается. Есть несколько ресторанов в Киеве, которые подают кофе правильно. Это кофе и стаканчик водички. Потому что правильно кофе после того, как мы его приняли, в течение 15-20 минут выпить водички. Тогда это очень большая польза для наших почек и организма. Я не передам медицинскую ценность лекции, которые, надеюсь, повторятся, нам читает и Галина Владимировна. Она говорит, что есть кофе полезный, если его пить правильно. И если его пить неправильно, становится вредным. В принципе, это применение многих вещей. Если правильно и с умом, и в правильной дозировке, то будет полезно. И когда знаешь, как работает твой организм, и как данное вещество или продукт действует на организм. Я занимаюсь больше финансами, но при этом я же мама, жена и вообще человек, который хочет быть здоровым. Женщина. Женщина, да. Женщина специалист во многих областях. Красивая, здоровая. А что касается обжарки, вот чем она отличается? Обжар здесь невысокой степени обжарки. То есть, когда зерно обжаривается, выступает ценное масло. И оно, сгорая, становится канцерогенным. Здесь нету, скажем так, обжарки до уголька. До уголька. Потому что бывают такие степени, когда людям нравится вот то, что ты сказала, это горькота. Да, вот вкус горькоты, привкус на языке, это когда печень реагирует, что мы горько съели. Печень, она не любит горелую. То есть, наша печень, она это отрицает. То есть, для нее это канцероген, это плохо влияет на здоровье, плохо влияет на кожу, в принципе. А здесь зерно обжаривается и считаются обжарки первая трещинка, вторая трещинка, когда зерно треснуло. Но не тогда, когда оно там перегорело. И степень приготовления, когда мы из помолотого зерна, вещества, которые есть полезными во время варки, мы их получаем. Я хочу сказать, что я вообще никогда не пью кофе без молока. А вот в этот раз, сейчас, я попробовала, мне таки понравился кофе без молока. Да, у него с черной, да, черный классический вкус. Очень, очень понравился. Дина, спасибо, ты нам сегодня открыла новый мир кофе. Бодрило утро. Да, это с удовольствием. Точно. А мне еще очень понравилось, что после вкуса нет вот этой горякоты. Как приятно, как будто, ну, такое что-то очень вкусненькое. Вот это вот мне больше всего вообще зашло. Очень классно. Так что, кому, как, можно тебя прорекламировать? Скажи, как лучше? Если есть желание познакомиться, могут обращаться к нам в группу. Мы можем, да, мы можем выслать ссылочки на сайты, можем выслать презенташки, можем пригласить на нашу дегустацию. У нас есть дегустация, это совершенно благотворительное мероприятие, где можно познакомиться с разными сортами. Их не один, а около восьми или семи. И можно подобрать на любой вкус и цвет. Компания специально разрабатывает и даже вывела определенную статистику, в каком регионе Украины кофе люди более предпочитают. Такой сорт Роксолана. Мне он, допустим, почему-то совсем не нравится. Но есть люди, которые очень любят, но Роксолана, она с кислинкой, напоминает кофе с лимоном. Он интересен. Наконец-то можно попить натуральный, полезный кофе. Я так долго этого искала, Жена, спасибо. Спасибо. Доверяешь, да, Ксюша? Ты доверяешь человеку, вот что самое важное. Вот когда ты выпиваешь так на ходу, знаешь, как, ну не то, что там суррогат в продуктах, суррогат для мозгов, да? Ты выпил, у тебя, хоп, уже все, я бодрый. А что там там выпил? Ну, одно дело, как бы, ладно, по дороге, по путешествии. Но для путешествия вот эта самая замечательная вещь. Мне очень нравится, мы с ней сейчас не расстаемся, это правильно. Здесь большая машинка, а это портативная маленькая мини, ее так и называют. Это маленькая кофеварочка, у нее дно, куда она становится, вот, у нее дно здесь толстенькое такое, имитирует варку на песке. Пескать, ну, электро. Так, электро, да, то есть ее можно, легкая, легенькая, ее можно и машину с собой, ее можно с собой на море. Закипятил водичечку, и ты, когда мне Дина сказала, что угостит кофе каким-то полезным, я почему-то подумала, что оно будет каким-то вообще невкусным или вообще отличаться от обычного. Наверное, какой-то у нас стереотип, если что-то полезное, то невкусно. Невкусно. Абсолютно. Кофе, к которому мы привыкли, только намного вкуснее. Аромат интересный. Очень согласна. В нашем клубе Новая Дня мы пробуем все новое, вкусное, приятное и полезное. Присоединяйтесь. Спасибо всем, что я это заслужила, чтобы это сохранилось на этом прецеденте.